Ежедневно миллионы людей просыпаются, первым делом тянутся к своим гаджетам, телефоном, планшетам или персональным компьютером. Кто-то заходит по делу и проверяет мировые новости. Кто-то просматривает обновления в социальных сетях, Twitter, ВКонтакте, Facebook, Instagram. А кто-то делает селфи. Стоп! А что же такое селфи? Я, Полина Слаутина, спросила жителей нашего города о том, знают ли они, что такое селфи. Скажите, вы знаете, что такое селфи? Нет. Нет? Селфи – да. Селфи – это когда сама себя снимаешь. Спасибо большое. Скажите, вы знаете, что такое селфи? Нет. Скажите, вы знаете, что такое селфи? Знаю, но мы фотографируем не из себя. Спасибо большое. Скажите, вы знаете, что такое селфи? Конечно, знаю. Когда берешь из себя, фотографируешь. Смотрите, вы знаете, что такое селфи? Да, селфи, когда на, как говорят, айфон снимает себя в камеру. Как мы видим, больше всего о селфи знает молодежь. Оно и понятно. Феномен селфи появился совсем недавно. Да, действительно, селфи — это фотография самого себя, сделанная на смартфон или планшет. Селфи бывают двух видов. Первый. Смартфон повернут к автору, и фото производится на вытянутой руке. И зеркальный. Автор стоит перед зеркалом и фотографирует себя в нем. Нас заинтересовала проблема влияния селфи на психику человека. Селфи-зависимость уже давно внесена в список заболеваний, которым человечество обязано социальным сетям. Сциалисты убеждены, что селфи-мания является психическим отклонением, особым проявлением себелюбия и разновидностью эксгибиционизма. Почему же они так решили? Спросите вы. Поводы для этого имеются, причем очень серьезные. В Петербурге погиб 15-летний юноша. Мальчик сорвался с высоты пятого этажа при попытке сделать селфи на пожарной лестнице. От полученных травм он скончался на месте. В Тульской области подросток залез на опору высоковольтной линии электропередач, чтобы сфотографировать себя на мобильный телефон. От удара током мальчик упал на землю и скончался на месте. 32-летняя американка погибла при попытке сделать селфи за рулем своего автомобиля. В 8.33 она выложила свой последний снимок в социальную сеть, а в следующую минуту врезалась в мусоровоз. Ее машина вспыхнула, как пакел, и она погибла в пожаре. Думаю, что этих примеров достаточно, чтобы убедить вас в том, что селфи-зависимость опасна для жизни человека. Как же проявляется селфи-зависимость? Возьмем в пример начало дня обычной екатеринбургской девушки. Чудесное утро. Самое время сделать селфи. Но у меня выскочили прыщи. Думаю, никто не поймет, если я нанесу немного тонального крема на лицо. Ну-ка, ну-ка. Да, вот так самое то. Теперь я стану звездой инстаграма. Иди-ка сюда, телефончик. Сейчас мы будем делать селфи. Это определенно можно запостить. Хм, новая масочка для лица. Получится отличное фото для социальной сети. Привет любимым фолловерам. Хм, запостить. Завтрак не ждет. В принципе, как фото в инстаграм. Почему бы не сфотографироваться с книгой, которую я читаю? Занимаюсь спортом. Подписчики явно это оценят. Собралась на учебу. Почему же не сделать селфи? Этим видео мы решили призвать людей делать меньше селфи. Найдите себе альтернативу на стороне. Не будьте зависимыми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok